Экономика до февраля и после не похожа друг на друга. Сектор, вписанный в глобальный мир, начал меняться мгновенно. Хотя конечный потребитель ощутил это далеко не сразу, компании в один миг оказались без поставок сырья и комплектующих. Где их брать? Самый банальный ответ – Китай подходит далеко не всем. Есть достаточно уникальные вещи, которые Китай поставить не может. Мы, например, для 3D-принтеров берем исключительно определенную линейку приводов, которых нет в Китае. По крайней мере, те, которые мы пробовали, не подходят для этой задачи. В последующие месяцы предприятия и компании выбирали свой путь – оставаться в России или дислоцироваться за рубеж вдаль от санкций. За считанные недели одними из самых ценных сотрудников стали представители IT-класса. Им прописали бонусы – снижение налогов, помощь в ипотеке. Остальным в Москве экстренно продумывали меры поддержки и мотивировали к импортозамещению. Это слово одно из знаковых в 2022 году. Так, в апреле Станкостроительный презентовал производство металлических опор освещения. Они легче и просты в перевозке. А к лету, по словам чиновников, стало приходить в себя и сельхоз машиностроения. В единице готовой продукции более 80% именно то, что они делают своими руками, они возят откуда-то извне. Хотя в первое время были трудности, откуда возить гидроцилиндры, например. Раньше их возили из Европы, Италии, другие страны. Переориентировались на страны Азии. В Алтайском научно-исследовательском институте технологии машиностроения освоили технологию изготовления определенной стойки для культиваторов. Барнаульский завод механических прессов выпускает колесные диски для сельхозтехники, единственные в России. К импортозамещению проще приспособились отрасли машиностроения, химии и пищевой промышленности. Заводы, работать на которых долгое время считалось непочетно, теперь стали для многих заветным местом. В сентябрь частичная мобилизация. Предприятия, где и так не хватает работников, оформляют бронь на сотрудников. И все мы видим, как заводы закрывают вакансии, которые висели годами. Но заказы от государства растут, и сотрудников все равно не хватает. И на Алтае всерьез говорят об обновлении обучающих программ для СУЗов. Вот сейчас монтажник, он уже должен обладать некоторыми нарощенными, так скажем, компетенциями. И понятно, что для каждого предприятия это свои компетенции. И здесь нам рассказали про то, как это можно совместить, про договора целевого обучения, про ту гибкость практик, о которой мы, кстати, и не знали. Итак, сотрудников ищут. В Барновском фериале завода «Кристалл», где выпускают бриллианты, нужны огранщики. Новоалтайскому заводу по выплавке металлов, который открылся в декабре, нужны заливщики, плавильщики. Шинному заводу – слесари, ремонтники оборудования. Федеральному научно-производственному центру Алтай в Бийске – слесари, наладчики, электромонтеры, сборщик боебрипасов. И продолжать можно дальше. По итогу года индекс промышленного производства – 102,6, что чуть выше, чем за период январь-октябрь. Но если компания отчитывается пусть и о небольшом, но росте, то экономика обычных жителей превращается скорее в экономию. Разницу в доходах и ценах в магазинах люди начали ощущать к концу года. И перед праздниками осознанно выбирают, что могут себе позволить, а что нет. Надо сэкономить. Наверное, на морских продуктах все-таки, на креветках, на кальмарах, на рыбе. Рыба красная, допустим, какая-то форель или семга. Я ее постоянно раньше брала, но нынче я ее, конечно, брать не буду. Это же зашкаливает. По подсчетам экономистов, новогодний стол в этом году подорожает на 14%. Но ладно, если бы все ограничивалось праздниками. А с учетом взлетевшей квитанции на ЖКХ, жителям придется относиться к расходам предельно внимательно. Можно сказать крылатую фразу – жить будет сложно, но веселее. У каждого слоя населения своя инфляция. Это наибольшая инфляция у беднейших слоев населения, потому что цены растут на те продукты питания, которые потребляют среднестатистические россияне. Это там, допустим, сахар, соль, растительное масло, всевозможные крупы, сливочное масло. На них цены будут расти быстрее, чем на все остальные, чем на красную икру, красную рыбу и так далее. Поэтому к концу года эксперты прогнозируют, что жители края начнут искать вторую или третью работу. А успех работы промсектора будет зависеть и от инвестиций. Но уже ясно одно – из-за происходящих внешнеполитических событий потребность в продукции заводов будет лишь нарастать. И в определенном плане это обнадеживает. Анастасия Драган, Андрей Печоркин. День с толком.